приветствую зрители оригинал тв и сегодня для вас праздник праздник для тех кто любит бывших и с нами с нами кто догадайтесь кто сегодня с нами правильно вышедший дедушка мороз вот вышедшая из запоя творческого художница писательница бывшая православная монахиня валентина муренкова и поскольку валя вышла из запой она сегодня будет продолжать призывать вас всех к трезвости и укреплять верующих в вере они верующих в неверии от трудящихся в трудовой дисциплине да ведь так и бывает что каждый слышит то что он хочет услышать и мы не претендуем на истину в последнюю инстанцию мы просто делимся своим мнением и общаемся общаемся потому что говорением мы живы и мы любим жизнь и спасибо вам за вопросы друзья мои это очень хорошо что вы задаете вопросы валя и давайте начнем с вопросом валентине муренковой спросите пожалуйста как она относится к причастию были ли у нее в монастыре случаи когда что-то сжигали если туда попадало причастие или вырвало человека после причастия как не бояться причастия если запугали таким отношением к нему что такое причастие невозможно выяснить у батюшек они боятся говорить об этом даже выйдя из церковной среды системы если есть миф то должно же быть и опровержение мифа конечно ували все есть валенька тебе слово ну вот сейчас я буду укреплять неверующих в их неверие верующие пусть на меня не обижаются поскольку я отвергаю все постулаты так сказать и символ веры отрицаю и все остальное за что у меня ежегодно там анафема поет и все такое то есть вот это все и отрицаю соответственно к причастию у меня отношения ну вот как хлеба и вино ну я понимаю конечно что я не всегда так думала когда-то для меня это было действительно святыня и все такое но сами понимаете что я нынешняя рассказывает что там кого-то вырвало ну да действительно бывает что младенцы срыгивают ну да бывает поскольку я сама шила вот эти покровцы на чашу которыми вот это все покрывается они да они когда изнашиваются то их просто сжигают то есть их не стирают они сжигаются вот что еще ну да вот такое есть такой бытует ну я отношусь сейчас к этому как такой странной традиции вот и попытки все это соблюдать как 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 у нас шутил один балтишка ага-ага ложки в переплавку вот все сжечь а ложки в переплавку вот такой вот ну точно так же относятся к святой воде ну не 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 так заморочено конечно например на так же относится к скорлупкам от пасхальных яиц которых нельзя просто так выкинуть их надо закопать или придать огню или уже придать любой стихии там в проточную воду выбросить и так далее то есть их нельзя просто так вот ну да вот опять же цитирую того батюшка да да все все придать стихия ложки в переплавку вот ну я сейчас к этому отношусь крайне крайне скептически алена пишет многие боятся уйти из храма так как годами им вбивали в голову что ты погибнешь без церкви спасение и прощение грехов только в ней а еще люди боятся наказания от бога мол придала его и теперь он меня накажет как у церковников принято говорить вот скорбь чтобы ты одумалась покаялась и опять вернулась во на церкви как заблудшая овца я лично в храм проходила 13 лет и в монастыре жила уже давно не хожу пришло прозрение спасибо вам прекрасно замечательно я очень рада и человек употребил самое правильное слово которое в принципе евангельское богослужебное вот овца опять таки все все буквально понимаете если ты признаешь себя овцой соответственно с умственным развитием овцы то тебе нужен пастырь который тебя будет пасти жезлом железным вот это вот стадо ну и дальше все аналогии со скотоводческим хозяйством ну опять таки кого то это совершенно устраивает вот если выйдет на солью там какой нибудь очень почитаемый батюшка начнет рассказ какие вы все тут овцы они все будут кивать со слезами на глазах да овцы 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 и соглашаться с ним ну вот ну ну что поделась вот если если человек это устраивает все эти скотоводческие термины пожалуйста понимаете на свете есть много всяких причуд извращений и странных обычаев очень много вот это один из них на мой взгляд нынешний да для этого требуется некая смелость причем даже не смелость самого выхода как того что ты останешься останешься без поддерживающей среды если ты туда ходил долго то тебя все там друзья родные знакомые все там вот и возможно у тебя работа там профессия там и вот остаться без этого всего ну как вот в моем случае это так и было вот то это нелегкое дело и на это нелегко решиться но опять таки вот ну понимаете еще еще вернемся к этой терминологии да действительно как бы наверное овцам очень удобно их пасут и все такое но они должны помнить что во первых их стригут а конец их понятен это вот на шашлык ее или на бульон вот так что тут как бы пастырь кормится в том числе своими овцами их энергетикой их жизнью их ресурсами в том числе финансовыми ресурсами здоровья ресурсами так сказать пожертвований и прочее 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 как вы потратили свое здоровье как там ну много еще чего можно посчитать сюда а сколько людей остались при этом без пенсии без больничных без каких-либо страховок медицинских социальных и прочих прочих кто-то там как квартиры пожертвовал уйти теперь не может вот ему объяснили этому человеку что конец света какая тут квартира зачем она тебе нужна особенно в центре москвы тут спасаться надо в деревне подальше от антихриста вот люди продали там квартиру на Тверской да пожертвовали батюшки и вот куда они теперь денутся вот сидят себе в деревне понимаете и такое есть и другое есть всякое есть ну вот факт то что вот эти ресурсы которые очень сложно посчитать но опять таки если человек прибывает в церкви там больше десяти лет то у него этот ресурс уже очень-очень подорван мало того что если он друг оказался в монастыре или просто даже в жестком послушании какой-то там старца да то он очень скоро забудет профессию свою перестанет быть самостоятельным членом общества перестанет зарабатывать деньги естественно соответственно потеряет все общественные льготы страховки и так далее и станет рабом станет той самой овцой вот такие дела мы сейчас не говорим о том что этот человек будет особенно внушаем вот и ну такие люди там и оказываются доверчивые очень хорошие люди доверчивые добрые честные которые сами не врут вот это большая беда они сами не врут у них нет вот этого вот инструмента по развлечению лжи и правды и они просто понять не могут как можно так врать а вот вот доктор Геббельс вместе с Гитлером они считали так они на разные лады эту фразу повторяли что чтобы в ложь поверили ложь эта ложь должна быть чудовищной и вот то что сейчас в церкви льются чудовищные потоки лжи я уж не не говорю там про самоучение ладно там всякая мифология есть вот и все такое вот а то что скажем отношения церкви к войне сейчас когда это все оправдывается когда благословляется убийство мирных жителей детей женщин стариков да и военных тоже вот на это все благословляет церковь благословляет ее благословляет ее первые иерархи патриархи рил и его так сказать митрополиты архиепископы и епископы на это дело благословляют вот на эту чудовищную войну но скоро так сказать и не получат по заслугам потому что уже начался международный процесс по привлечению во первых их к ответственности по незавержению сана и так далее я думаю что это дело времени это обязательно наступит вот Валя ну ты хороший пример ты хороший пример для тех кто хочет но боится уйти из церковной среды из монастыря ты ушла порвала со всем этим делом и как-то пошла очень быстро к людям да нашла себе круг общения единомышленец вот на меня даже вышло как это интересно все смотри да то есть наши мысли в принципе если мы хотим начать новую жизнь да мыслим ищем новых друзей контакты знакомства общения мы находим это все правда ведь это это ж не на другой планете эти люди все они здесь просто раньше вы ты их не замечала отсекала да как бы игнорировала их не было для тебя не существовало вот этого многообразия мира а теперь оно как бы восстановилось да вернулось ты увидела его другими глазами протрезвев да согласна да и опять таки вот мы ты уже в начале сказал что неверующие только укрепят в своем неверии а верующие укрепят в своей вере потому что каждый видит ну в другом видит себя ну вот мы все зеркалим друг друга зеркалим себя мир зеркалит нас и такой такой вот круговорот в природе круговорот зеркал в природе назовем его так проекции молодец молодец Алена просит записать тему загробного мира очень важно услышать мнение Валентины и ее размышления на эту тему ну Валя я думаю что ты про загробный мир все знаешь лучше всех остальных расскажи нам пожалуйста про этот загробный мир ну скажем так у меня были очень сложные всякие внетелесные опыты которым психиатры относятся по-своему эзотерики по-своему вот я тоже оставляю за собой свое так сказать суждение оно для меня очень важно то есть когда человек на этой грани оказывается где-то там плюс-минус вокруг да около вследствие там операций или каких-то еще сложных обстоятельств то вот сейчас начались исследования на эту тему проводится множество интервью с людьми которые постояли так сказать на пороге да ученые приходят такому выводу что вот скажем такие жесткие ситуации которые там люди видят они могут являться следствием ну то есть как бы реакции мозга реакции психики на например травму несовместимую жизни или наоборот когда человек там под наркозом ему операцию делают он выходит из него или что-то еще такое происходит да но проводится еще очень много всяких интересных исследований вот я читала материалы эти и они очень соответствуют моему собственному опыту что все все вот это вот религиозное представление о посмертной участи души там о страшном суде и прочим прочим это все вот как бы миф который ничего общего с реальностью не имеет вот я понимаю конечно что я не могу сказать что я такая последовательная атеистка я не верю в свое собственное уничтожение вот как бы точнее в свое небытие я не то что верю я знаю что душа живет долго во многих телах приходит сюда для обучения совершенствования и так далее прохождение уроков приобретение опыта это общий наш опыт который идет в копилку всего человечества и тут не бывает опыта положительного или отрицательного потому что все есть опыт даже самый самый жесткий и даже вот такой вот жесткий как сейчас военный это все равно он наш общий опыт и мы его проживаем вот от него можно конечно безусловно спрятаться и прожить какую-то еще жизнь ну в общем вот так примерно это долгая интересная тема когда-то мы с тобой два года назад летом вот примерно в это же время это был наверное июль или начало августа двадцатого года мы с тобой записали ролики как раз по смертному опыту в Таллине вот так что кому интересно можете просто посмотреть у нас вот на канале у Максима лето двадцатого года если я сейчас не ошибаюсь да лето двадцатого года примерно июля или август и вот там было два два ролика на эту тему феноменальная память они не так и называются там о посмертных опытах вот это записано в один день феноменальная память Валя ну просто мне их приходи приходилось очень многим людям рассылать поэтому как бы вот мне часто задают этот вопрос чтобы долго не повторять все я отсылаю этот ролик обычно ссылку на него делаю вот и опять таки я понимаете в чем дело я в данном случае это поймите это не вера не религия не что-то еще это мое собственное знание которое которым я очень дорожу вот и оно в корне отличается от религиозных представлений от религиозной веры я как бы мне в этом деле не нужны не нужны компании хотя у меня есть круг единомышленников с похожим опытом вот я не собираюсь сделать из этого учения там какой-то я не знаю бизнес проекта проводить тренинги на эту тему вот я просто с этим живую мне хорошо это позволяет вот такой опыт позволяет избавить от любых религиозных манипуляций во-вторых от страха смерти потому что он полностью уходит человек понимает свою бессмертную сущность свой такой многоцелевой многозначный очень сложный многогранный опыт вот и понимает зачем ему все это было нужно и как бы динамику свою понимать воплощение своего продвижения получение этого опыта свои уроки и это в корне меняет вообще жизнь полностью отношение к жизни отношение к смерти отношение к каким-то испытаниям таким тяжелым в корне меняет абсолютно так что как бы моя жизнь изменилась диаметрально это самый главный опыт моей жизни никакой религиозной с ним не сравним абсолютно это вообще вот вот так что примерно так то есть главный опыт твоей жизни это опыт загробной жизни ну да собственно говоря главный опыт моей жизни это как раз посмотреть на все это со стороны я понимаю но это как бы это взгляд со стороны потому что ты лицом к лицу лица не увидишь находясь в какой-то системе точно так же находясь в церкви очень сложно оценивать ее со стороны и только когда ты выходишь наружу то тогда ты начинаешь как бы понимать и другие у тебя как бы измерения получаются вот проявляются да точно так же находясь здесь и сейчас в этой реальности нам очень сложно понять как вообще это для чего для чего все это можно для чего был нужен этот спектакль эта пьеса этот режиссер эти актеры которые согласились с тобой играть в принципе шекспир абсолютно прав мир театра люди в нем актеры вот и когда эта пьеса заканчивается ну вот да будет следующая пьеса вот и даже возможно трупа останется та же самая просто другие роли будут и костюмы будут другие и грим соответственно ну просто такой долгий спектакль ужас ужас мне так этот спектакль надоел уже я думал ты будешь говорить про загробную жизнь вот это вот это вот то о чем мы с тобой уже больше ста роликов сняли можно сказать да что этой жизнь в монастыре она загробная нет ну да абсолютно вот тут я с тобой соглашу вот это как раз загробная жизнь вот причем человек выбирает осознанно ну так или иначе осознанно в любом случае это его выбор да возможно человек может как бы подвергнуться манипуляциям и так далее но тем не менее все равно это чем я могу сказать что на какой-то момент это нужно наверное пройти для того чтобы даже вот вот в моем случае мне с чем сравнивать понимаешь когда человек из этого гроба вылезает независимо моя книжка называется как воскреснуть из мертвых да вот для чайников вот это как раз то самое это та разница да ну день и ночь да конечно лариса спрашивает Валентина пошла в монахини от испуга за свое здоровье но имея большую сексуальность изначально она была не способна на этот путь теперь она оправдывается стараясь прикрыть свои колоссальные амбиции тщеславие и гордыни паренька расскажи вот какой ты пошла в монастырь нездоровый но сексуально озабоченный как пишет лариса ну я ведь не буду спорить с ларисой потому что она ведь точно знает зачем я это сделала зачем я я у нее есть точное знание вот если бы сейчас как бы для большинства верующих если бы христос сошел на землю объяснил вообще зачем все это затевалось если уж они в это верят вряд ли бы кто ему поверил вот поэтому я не буду спорить с ларисой если ей так хочется думать то что бы я ей не сказала она все равно как бы у нее есть знание да вот поэтому не буду опровергать ее знание кому интересно читать мою книжку она все еще есть в литресте вот наверное я буду уже скорее всего бумажной версии в России не выйдет при этом режиме поэтому скорее всего я запущу то что приготовлено для уже отредактированной скорее всего запущу через какие-то другие издательства вот тогда ну в принципе там понятно почему я там оказалась и как единственное что как бы текст там сокращенный потому что это была первая часть трилогии кто меня как бы редакторы потребовали чтобы я ее немножко как-то там закончила и там спойлеры моих будущих книг вот ну второй и третьей части трилогии ну хорошо странная по композиции ну хорошо ну там понятно как раз зачем я туда ушла а есть то что есть на литресе пока ничего другого нет мы не можем предложить ну да если кому интересно потому что ну как бы ну я не спорю может дело в том что понимаешь какая штука вот это тоннельное зрение может тут уже перестали удивляться какая не прозвучала бы информация каждый воспримет ее по-своему каждый потому что еще раз повторяю мы все воспринимаем проекцию себя от других ну конечно ну конечно проговорот зеркал в природе повторяю каждый увидит себя поэтому бесполезно спорить ну вот верно герминевтика интерпретация да ну а про сексуальность большую как у тебя у тебя была такая большая сексуальность чувствовал ли ты потребность в этом деле на тот момент да вот я была настолько больна что была единственная цель как-то выжить вот вот лариса так что не может быть нездоровая женщина и одновременно сексуальная что-то или 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 потому что сексуальность она требует здоровья все-таки избытка энергии здоровья оптимизма мягко говоря подыхает извините за выражение конечно то о чем сказал человек вот про гордынь ничего не буду говорить с этим у меня все в порядке и гордости и достоинства и всего остального вот вырабатываю в себе особыми тренингами да занимаюсь этим серьезно там церковь отбивает вот это все нужно человек превратить в овцу какая в овце может быть гордость сами подумать с этим справляются прежде всего женской гордостью человеческой гордостью с профессиональной гордостью борются со страшной силой самый страшный грех вот отсюда там с человеческим достоинством и прочим прочим ну и сексуальность тоже под одно потому что все связано вот кстати сексуальность прекрасное чувство это самое главное наше топливо на котором человек живет вообще всю жизнь и кому хватает до глубокой старости то есть те счастливые люди вот особенно в творчестве так что это прекрасные вещи прекрасное топливо для творчества ну и для вообще для жизни тела поскольку раз уж мы тут в тело вошли то как то вот одна душа без тела никак не обходится в этом мире вот так что с этим как бы ну да этим тоже надо заниматься безусловно ну вот в таком состоянии человек когда оказывается то ему что называется не до приключений скажем так так хорошо очень хорошо ответила молодец и конечно колоссальные амбиции есть все правильно вот да слушай вот только этим и занимаюсь что прокачиваю колоссальные амбиции да очень бы хотелось чтобы они действительно стали колоссальными не прикрываю так вот то туда то сюда тщеславие гордыня тоже на месте все в порядке стараюсь да да стараюсь это большой труд это большой труд гордиться гордиться молодец чем ты сейчас гордишься вот чем ты сегодня гордилась вот вот сегодня вот страшно сказать чем ой я сегодня себя хвалил за то что я наконец-то отважилась и еще пройти еще как бы один курс лечения боялся ужасно отважилась и гордилась собой что наконец-то с этим ну вот а не пройти так это же хуже будет конечно ну страшно же и думаешь ну вот это вот страусильная позиция тянуть 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 спасибо моей дочери на нее просто таки волшебных пинков дает и я иду обследоваться вот чего мне стоит позвонить врачу например вот это отдельная тема вот правда то есть ты не ценишь свое здоровье да ну как тебе сказать я уже так устала всем этим заниматься что хочется чтобы оно а ну легче то не делаться от этого есть проблема которую надо решать по мере их поступления и не затягивать со здоровьем так нельзя ничего затягивать надо все делать вовремя и чем раньше тем лучше молодец Ваня а у меня знаешь это как это русская вось да не вось само отвалится вот это вот все Людмила пишет я опишу свой опыт моей первой исповеди ее действия на бесов они невидимо были возле меня и один бес так быстро меня материл это грех сквернословия что как пулеметная лента вылетали матерные слова у него и после этого я не работала ему как бы пластинку вставил господь крича моим гнилые слова бесов меня перестали входить еще много случаев было как бесы плакали и кричали голосом дочери моей это кино и немцы но меня спасло то что я много читала и уже знала что со мной происходит и вот новый случай когда я некоторым людям рассказала о пользе десятин и те стали это делать мистически бесовгал меня чтобы ты нищая рожа больше никогда никому не подходила и страстью переедания уложил усадил меня на некоторое время дома для того чтобы видеть битву и бога знать нужно жить созерцательной жизнью святого духа своего ангела хранителя который опытно настаивает на истину вот так не надо я одного не понимаю зачем человеку youtube и каналы такие вот как наш потому что но с такой с таким глубоким знанием с такой глубокой верой но стоит вообще-то смотреть радио вот каналы все эти там царь град и прочее какие там они есть честно вот что могу сказать что да я тоже вот это все видела и это психическая болезнь которая называется кликушество почему-то не я придумал это медицинский термин это когда женщины с таким пылким воображением вот как у меня например да когда им сказать внушают мысли о их греховности или они вдруг эта идея заражает собственно грехом присутствия бесов и вот этой нечистой силы везде и всюду то их психика начинает вести себя так как если бы вот это вот все было вот эти все рачи они вот это все вот из маленьких детей это лезть потому что мать и дитя они общем то вот это вот такое психическое заболевание кстати изучением его занимался бехтерев еще до революции есть такой труд эту тему то есть ты тоже опять-таки дело в том что понимаешь какая штука в церкви быть одержимым бесом это мученичество и к этому человеку привлекается внимание все за него молятся батюшка за него молится он такой мученик он бедство себе претерпевает без там его побивает а вот это вот все а психическое заболевание это вроде как ну достаточно постыдная вещь да ну люди не любят рассказывать из психиатрии дают свои вот совсем недавно только стало принято в обществе говорить об этом такой пошел процесс своеобразная мету когда все стали рассказывать на каких-нибудь депрессантах сидит только такую терапию проходил в частности к семерон когда громко заявил об этом все все вдруг раскололись вот и так далее почему-то стало с этого момента как-то нормально говорить о том кто как какую психиатрическую помощь принимать вот что могу сказать про себя про наш круг и так далее то есть я могу сказать так что как выяснилось то наши с дочерью самые выдержанные уравновешенные успешные и прочее прочее еще масса всяких лесных эпитетов знакомые как выяснилось просто начали принимать антидепрессанты раньше нас и уже не успели отойти то есть уже прийти в норму то такое нормальное человеческое состояние потому что особенно сейчас во время войны человеческая психика не справляется до этого был к вид а до этого был там еще много чего был то есть мы никогда нормально не жили вот хочется начать поэтому человеку очень трудно реализоваться и в нынешнем потоке вот этого всего происходящего и так далее очень трудно психике с этим всем справляться поэтому я считаю что сейчас психиатрия содержание своей психики прежде всего в нормальном состоянии в рабочем состоянии это наверное самая важная задача сейчас по охране своего здоровья и понимаешь это сразу же касается здоровья семьи который человек живет здоровье коллектива в котором он работает здоровье страны в котором он живет это все складывается вот из этих факторов вот поэтому ну что что тут сказать если у человека такая вера мне бесполезно говорить про то что вот как бы я с тобой согласен полностью психическое здоровье это номер один самое главное самое главное богатство что делают психопат абсолютно причем вообще вот знаешь как бы когда понимаешь что в принципе все твои болезни это психосоматика да а у меня вот я тут уже несколько раз об этом рассказывал расскажу еще раз моей маме 90 лет у нее была целая куча всяких болезней которые считаются неисцелимыми и возрастными и типа того что и не проходит но когда у нее началась деменция она стала терять память она забыла психотравмы которые вызвали вот эту психосоматику и она у нее прошла чем такое прошло чего вообще не по так проходит узлы на венах рассосались их нет теперь нормальные ноги и еще много чего восстановилось зрение восстановился слух она вообще ничего не слышала я на ухо орал теперь на шепот слышно вот как только человек забывается и психотравмы у него проходит психосоматика которая этим психотравмам была вызвана может об этом говорили не раз но это вот тут вот как бы он я наблюдаю это каждый день у меня ежедневная вот как бы прекрасно замечательно а вы тут говорите память укреплять память укреплять да наоборот забыть все побыстрее и быть здоровым да забыть вот это вот это проработка от отпускания вот этих всех проблем а вот это всего того что вот психотравм это самое важное вот кстати между прочим еще раз когда я стал писать книжку как психотерапию мне вот мой психотерапевт посоветовал что незачем таскать в себе столько всего и когда я стала писать вот ну во первых мы стали записывать эти ролики так далее ну вот я уже уже первую книжку написала как бы первую часть трилогии мне уже полечало как бы это себя вынуло вот уже и потом знаешь как интересно я вот допустим перед ну для бумажного издания делаю редактуру я перечитываю собственный текст ну чтобы вот редактировать там добавить что-то убавить вот я его читаю как чужой текст который ко мне не имеет не то что не имеет отношения да я знаю чем там но я его читаю как посторонний текст он мне уже не не разрывает душу вот я уже себя вынула вот он отдельно там вот файлах существует когда-нибудь наверное будет бумажной книжке существовать вот эта книжка будет стоять на полке или там на экране компьютера будет лежать этот файл да все это уже она она у меня уже вот все ушло вот поэтому это очень хороший способ пишите книги не обязательно там возможно у вас такие жизненные истории которые будут интересны тысячам а кому-то может быть для своей семьи оставить и кому-то может просто записать и жечь кстати тоже очень хорошая штука когда записывается какой-то очень такой тяжелый опыт и сжигается на листочек листочек сожгли все и опыт ушел вот этот все вдруг раз полегчало но масса всяких техник есть избавления вот от этого всего вот что вам ближе что вам дороже что вам лучше как бы воспринимается пожалуйста благодарю тебя валя за интересный рассказ беседу рад что ты появилась вышла на связь и ответила на вопросы дорогие друзья задавайте вопросы комментируйте поддерживайте и будьте с нами до новых встреч спасибо максим спасибо нашим зрителям всего самого-самого доброго удачи и здоровья и мира конечно